Приветствую всех, меня зовут Виктор Вольный. Сегодня я хотел бы продолжить серию своих видео и рассказать о том, что у меня происходило ранее. Помнится, раньше в попытке сбежать от пси-террора, от незаконных опытов, я решил уехать к одному человеку на ферму, чтобы помогать ему в поиске людей и также узнать, что такое жизнь на природе. И посмотреть, какое будет воздействие на природе и что там будет происходить. Сначала у меня было всё совсем иначе, чем сейчас, в плане того, что мне толком не показывали все чипы, которые во мне установлены, и все, как они говорили, программы. То есть я раньше подвергался только обстрелу электромагнитным оружием и толком не подозревал, что у меня в теле целая система чипов, с помощью которых они могут вызывать как искусственные эмоции, так и пробовать управлять моими конечностями. То есть, например, пережимать руки-ноги так, чтобы я не мог нормально ходить или там вызывать слабость в руках очень сильно. Это сейчас я продолжаю рассказ моего позапрошлого видео в том, как я вернулся домой и что же там происходило. То есть я тогда стал активно смотреть много информации касательно аппетит-террора и капитально изучать эту тему. В это же самое время они стали меня очень сильно долбить по голове, по ногам, то есть просто долбили, но ничего мне не говорили в уши по спецсвязи. То есть, ну, а насколько я понимаю, изучали меня и мою психологию. Помню, каждый раз, когда я, получается, выходил в магазин либо на прогулку, то вообще еле-еле возвращался домой, даже после непродолжительного хождения. То есть они капитально меня подлавливали и начинали, значит, стрелять по ногам, там, обрабатывать своими веществами, там. То есть я тогда ходил еще без палки и довольно сложно с большими пакетами было добраться назад. И тогда я также замечал, что что-то меняется. И особенно, когда выходил на улицу ночью, замечал, как меня окатывает этот холодный воздух, и после него появляется слабость и не могу идти. Особенно часто они по ногам любили его пускать. И довольно часто даже в магазине я чувствовал, как прокатывается какой-то ледяной воздух. Прямо так, что у меня, получается, ноги внутри теплых меховых ботинок начинали промерзать. Ну и после этого, ну, перестаешь нормально ходить, чувствуется слабость. Но я как-то сражался с этим совсем. На продолжительные прогулки не рисковало выходить, но каждый мой поход в магазин был как вылазька там куда-то в ад. То есть и они специально так устроили, то есть они там пугают людей, чтобы они никуда не выходили, там, сидели дома. Только потом я стал узнавать о том, что есть как бы зоны, в которых они не могут тебя долбить, да, и нужно искать как бы безопасные места, чтобы там отдыхать и чувствовать себя с новой человеком. И вот я как бы тогда активно работал, сидел дома, там, пытался наладить свою жизнь. И что-то в ней изменить, как-то справиться с этим. И мне попался человек, который, в общем, приглашал к себе на ферму, там, пожить, поработать, и попробовать вместе, значит, сколотить общину. Ну, особо долго не думая, я решил попробовать, написал ему. Он, значит, выразил свое согласие, и через какое-то время я отправился в Краснодарский край, чтобы там у него пожить. Еще хочу сказать, что никаких странностей особо у меня не было, но они постоянно включали мне молитвы молитвы везде, куда бы я ни направился. То есть в магазинах и во всяких людных местах проезжали специальные машины, которые при помощи своих звуков, ну, скрытых радиосигналов, они как-то кодировали звук молитвы. То есть, ну, другой человек ничего не слышал, только звук радиосигналов. Я пробовал тоже, как бы, записывать это все, но слышно было лишь шипение на камере. И вот так вот я думал, что они меня заставляют молиться, и думал, что это вообще что-то, ну, из ряда вон выходящее, потому как, ну, что это такое? Вы меня там долбите, можно сказать, там, убиваете, и при том, при всем еще говорите мне, мол, молись, ну, что мне недолго жить осталось или еще что-то. Ну, в общем, я посчитал там бредом каким-то полным. Так вот, получается, когда я поехал туда, в Краснодар, то я понял вообще, что к чему, и к чему были эти молитвы потом. Самое интересное, насколько я помню, они меня капитально травили в моей комнате, и не давали, ну, никуда выйти, и никуда пойти толком. Тогда у меня еще не было трости, чтобы как-то, ну, поддерживать себя. И я впервые, вот, оказался с тем, что узнал, что такое чипы в ногах, плюс долбежка. И вот, когда я выходил, получается, на поезд, то они вовсю включили эти чипы у меня в ногах, и плюс ко всему продолжали долбить. Так что я еле мог как бы спуститься со ступенек своих, да. И, но все равно огромным усилием воли ноги чувствовал, переставали вообще мне повиноваться. То есть я еле-еле там как-то спускался со ступенек, а дальше, получается, когда... Ну, у меня огромный рюкзак еще сзади был, там еще и сумка. И дальше попробовал идти, и чувствую, что на самом деле ноги как ватные, вообще еле-еле иду, то есть, ну, шел как настоящий инвалид. Еле дошел до метро, а в метро стало все еще хуже. И я вот действительно не мог ходить, я шел, получается, по ступенькам не мог подниматься, шел, держась там за поручень только этот. Ну, и все люди смотрели на меня, ну, как на реально, как будто у меня проблемы с ногами, как будто я инвалид. Дальше на вокзале все это тоже продолжалось, то есть кое-как я такие, ну, сел в свой вагон там, но в вагоне, получается, все началось с новой силой и еще хуже. В вагоне они стали капитально мне, там, насколько я понимаю, где-то именно в этом вагоне, где я сидел, была установлена какая-то установка, которая капитально мне жгла ноги. и в самом вагоне я уже сказал всем, что как бы у меня там проблемы с позвоночником и с ногами, поэтому я вот так вот не могу передвигаться, и я там был еще на верхней полке и не мог даже туда толком залезть, но потом мне помогли, я все-таки туда залез. и ноги я смотрел, то есть вообще покрылись потом такими здоровыми красными пятнами, то есть они все полностью были в лдурях, все полностью были прожжены, то есть там вообще ужас был, и невозможно было даже как бы сидеть, то есть. Но вместе с этим тогда в первый раз мне включили вот эту технологию «Голос череп» или передача их сообщений по спецсвязи. И тогда я вообще, честно говоря, немного прифигел от этого всего, то есть какой-то мужик начал мне говорить, что, в общем, в России тебя там закопают, изнасилуют, и начал меня пугать, что зря ты сюда поехала, в общем, там у нас свои люди, там тебя, значит, найдут, сразу же, ты даже не доедешь, получается, до своего друга, там, в общем, тебя там закопают, там и забьют, там, в общем, все заберут, там еще посадят, ну, в общем, чтобы я тоже там возвращался назад. Ну, я как бы все это слушал, и в первый раз было, ну, довольно занятно это все, потому что люди рядом сидят, разговаривают, кто-то даже ко мне обращаются, а мне постоянно этот мужчина, то есть меня пугает. Ну, сначала было, конечно, страшновато, и я думал, действительно, что меня ждет там в России, там какая-то засада, но все оказалось, как бы, куда проще, и потом об этом вам также расскажу. кое-как я все-таки доехал до Краснодара, и тогда же прямо в этом вагоне понял, что что-то не то происходит, что много людей замешаны в этом, и они как бы знают про все, что происходит, и проверяют меня также. Я слышал там от соседей, что, в общем, зачем он нам там сдался в России, типа, он нам не нужен, там, пусть едет назад. Также понял, что практически весь вагон, они были в теме, каким-то образом про меня, и были подкуплены, и там как бы так же было отравление. Но все эти люди, они как будто его не замечали, потому что, наверное, мало кто знает, что их так же травят там, что они попадаются под это. То есть я замечал, как даже в вагоне в какой-то момент вдруг из ниоткуда появляется вот этот холодный воздух, ну и у всех сразу появляется слабость, и все без задних ног начинают там спать. И также я впервые тогда заметил, что многие люди начинают так же зевать, вот. Ну и зевание это появлялось так же и у меня. Но тогда я еще толком не понимал, то есть что к чему, и к чему это зевание. И одна соседка другой, насколько я запомнил, надолго даже сказала, чего ты постоянно зеваешь? Ты что, больная какая-то? Так, и продолжая свой рассказ, я, получается, приехал наконец-то в Краснодар, и там я заметил, что стояли какие-то странные люди и реально за мной следили. Но мало того, там было опять отравление, только другого типа, такое, от которого, в общем, появляется что-то вроде состояния опьянения, ну и так же хотели меня уложить спать. То есть там, получается, прямо на автовокзале я так же почувствовал какие-то вещества, и меня тоже повело там, и это специально, чтобы я там, как бы, неадекватно выглядел там на кассе, но я тоже как бы там с трудом нашёл там свою купюру, то есть я почувствовал, что уже там, ну, какое-то нормальное опьянение пришло. Потом тоже, когда я присел там на одном месте, то почувствовал, как уже засыпаю. Я понял, что, скорее всего, там распрыскивает вот эти вот вещества кто-то рядом, находящийся со мной. Но я понял, что у них там вообще такая группировка, и всё так повязано, что меня уже в Краснодаре даже ждали. То есть я не знал, что они действительно везде, что они повсюду там всех покупают и везде свои люди, вот. Ну, я там стал, значит, искать безопасные места уже тоже, там стал ходить, смотреть, что как, и как бы подальше стараться держаться там от людей всяких стрёмных, которые могли бы меня травить. Ну, потом я, значит, сел на автобус, и вот тут ещё круче произошло травление, так что я вообще сидел, мне было настолько плохо, я понимал тоже, что где-то рядом, где-то рядом вот эта установка, либо стационарная где-то спрятана в автобусе, либо там человек какой-то меня травит, вот. И получается так, что я сидел и прямо не мог как бы уже дальше, и пару раз блеванул, хорошо, что у меня пакет был, вот. Ну, потом сказал там своей соседке, что просто там, ну, что ты не то съел, там, что со мной всё в порядке, и всё. и ехал, как бы, к назначенному месту. Но также этот автобус, что самое интересное, был также подставной тем, что у него мотор там трещал, и в треске этого мотора они поставили снова какую-то свою заглушку, которая издавала звук молитвы. и этот водитель автобуса, он часто, получается, останавливался, и как будто там что-то чинил, чинил, и этот звук молитв, он там, ну, всё громче и громче, как бы, был. Вот. То есть тогда я ещё нормально толком не зевал так. То есть для того, чтобы зевать нормально, нужно нормально отравиться. А у меня тогда ещё организм, как бы, насколько я понимаю, не был привыкший к этому всему, но у них не всегда получалось так, чтобы я... То есть план был такой, что когда я начинал молиться, у меня начиналось бозевание у людей рядом, чтобы вызывать, значит, видимость того, что злой дух какой-то выходит там из меня, из них там. И вот, получается, когда я наконец-то приехал к месту и дислокации своей, то был удивлён тем, что вся эта маленькая краснодарская станица, она была уже, как бы, оборудована к моему приезду. И там, как обычно, у меня заглушали всё шумом ремонтных работ, вот эту вот технику их и подачу радиосигналов там. И посылали также вот эти кодированные молитвы. Также и там вдруг из ниоткуда ни возьмись началась крупномасштабная стройка, и как только я приехал, сразу же продолжилась долбёжка, сразу же опять этот шум, этот звук, опять эти молитвы отовсюду лились. Ну, я, получается, позвонил своему другу и сказал там, что нужно меня забрать. тогда он как бы сам не смог приехать там на своём джипе, который мог бы пролезть, и послал какого-то друга, который провёз меня только часть пути, а потом там, ну, из-за плохой погоды, из-за дождя невозможно было проехать туда вглубь. И, получается, у меня ноги вообще уже не могли ходить, и я встретился с этим другом, и мы пошли с ним вдвоём. То есть, он предлагал даже там под руку меня вести там, ну, и в конце концов меня повёл. То есть, я надел там резиновые сапоги, а у меня живого места, получается, не оставалось вообще на ногах, и в резиновых сапогах невозможно было вообще идти. Я там приостанавливался, я там, ну, не знаю, не мог ни согнуться, там, ни отдохнуть, ничего. Плешко всему они продолжали там долбить отовсюду. То есть, как я понимал, вот как раз-таки с этих мест, где стройка, ко мне прилетали вот эти вот удары электромагнитными имбурами, импульсами, и по ногам, и по всему телу. И ещё вдруг, откуда ни возьмись, вот этот искусственный ветер. То есть, он... Я специально, ну, я замечаю уже такие вещи. Я тогда специально спросил у него, в общем, откуда такой ветер взялся, что у вас такое часто бывает, ну, какой-то слишком неестественный. Он говорит, ну, нет вообще-то, но, в общем, ничего необычного. Но для меня это было, на самом деле, необычно, потому как в этом ветре они подавали тоже свои вещества. И даже вот этот путь, который я проделал, получается, до жилища там своего друга, я там тоже пару раз блеванул вот от этого, от своего отравления. Но кое-как дошёл, и это было по-настоящему, ну, героические шаги, потому что живого места на ногах не оставалось. Я потом там сделал фото, они все опухшие, в общем, в ужасном состоянии были. Но кое-как дошёл. Потом там также начались интересности в том плане, что этот мой друг, он оказался как бы тоже под пси-террором. То есть его жена там прямо перед этим устроила ему там какую-то взбучку и вроде как там поссорилась с ним. И компьютер его там забрала, что-то блок питания, насколько я помню. В общем, учинила ему много проблем. И так специально, чтобы он не смог меня встретить. Вот. То есть я понял, что это она одна из них там, да. А этот мужик, ну, показался мне довольно странным поначалу, да. Но потом я понял, что он также находится под незаконными опытами. Он потом сам рассказывал свою историю жизни. И она похожа вот как раз на то, что у меня происходит. То есть он тоже выявил в себе какие-то там мистические способности. Поэтому тоже решил уйти на природу, там делать свою общину. Что у него есть тоже какая-то цель, там собрать людей, там сопротивляться. Но он толком не знает, в общем, философии. И не знает, как стать там учителем, гуру. Но хочет это сделать. Но для начала ему нужно, в общем, набрать людей, там, и организовать все, чтобы у него было время, там, изучать, там, всякие священные писания и прочие тексты. К нему также часто приезжали другие люди жить. И был тоже один парень, который я понял, также подставной. И он тоже, именно перед моим приездом, конфликтовал очень сильно с ним. и сказал, мне потом признался мой друг, что сказал, в общем, что если ты поедешь его встречать, то я тебе устрою, в общем, веселую жизнь, там, что-то такое, то есть вот так вот прямо. Ну, я понял, что это действительно странно, и что этот парень так же, ну, о чем потом я получил там подтверждение, и мы, в общем, вместе вдвоем решили по итогу его выгнать, потому что он не хотел там работать, но ничего не делал, а только возникал там и чинил всякие проблемы нам. Ну, а я, когда приехал, то я, как бы, наоборот, его вот эти все проблемы разрулил, я привез с собой ноутбук, значит, то есть у него, восстановилась связь там, и мы вместе стали работать, значит, над тем, чтобы привлекать побольше людей к нему туда на ферму и организовывать, ну, настоящую общину. Ну, у меня были хорошие навыки в рекламе там и в продвижении различных бизнесов, ну, я, как бы, смог привлечь, ну, достаточно много людей туда к нему. И тогда новый пазл в этом во всем мне открылся в том, что там, получается, когда наступала ночь, то вот, как по заказу, хоть было уже довольно тепло, на эту долину спускался вот этот ледяной ветер, и все начинали становиться какими-то странными, да. Ну, а как потом мне сказали, что я сначала жил в трейлере, и он, получается, слишком сильно открытый и хорошо продуваемый. Я там, получается, вообще насквозь промерзал от этого ледяного воздуха, и мне начинали тогда по спецсвязи немного так сообщать, что происходит, что, в общем, ты словил приход, что, оказывается, это, ну, они так прикалываются надо мной. И вот так вот продолжались наши дни, можно сказать, постоянными приходами. Я наблюдал там за людьми и за моим другом о том, как он меняется действительно, когда там выходишь куда-то, например, из дома, то сразу попадаешь вот под этот ледяной воздух, под этот газ, и сразу меняешься, ну, и сразу человек становится как пьяный, то есть какой-то странный. Вот он, например, нормально там мой друг соображает там уже и ведет нормальную речь, и стоит ему там куда-то пойти там поработать. Ну, а я тогда из-за своих ног в основном сидел за компьютером и работал там за компьютером, но также выходил в поле, и тогда это тоже замечал. и вот после такой долговременной работы там вне дома мы приходили, то есть там полностью было видно, что нас уже повело, и разговоры у нас были странные, и все странное, что там происходило. И вот тогда получается также началось то, что помимо зеваний начались какие-то звуки, борчания в животе, как будто похоже на демонов. И самое интересное, что рядом со мной, когда у меня бурчало, сидели вот получается мой друг там и еще второй, и я у них специально, чтобы узнать, ну, непосторные ли они, спросил, не слышите ли вы каких-то странных звуков, там, они сказали нет. Ну, и потом я понял, что эти звуки также слышу я один, вот это бурчание в животе моё похоже на демонов, то есть оно тоже как-то радио наложено и декодируется через мои чипы в ушах, то есть только я это слышу. Я сначала думал, что дело в воде, что они каким-то образом что-то подмешивают мне в воду, отчего у меня появляется такая слабость, да, и я начинаю там тупить, не могу ничего сделать, ну, не могу собраться с мыслями. Ну, я стал этот момент проверять, стал сам себе воду носить там, и оказывается, нет, не в воде, а именно в воздухе, то есть достаточно было этого воздуха. И тогда я стал, как бы, бояться выходить на улицу даже, да, чтобы не стать вот таким, можно сказать, овощем и зомби. И постоянно сидел там дома, то есть это хоть как-то уберегало от прямого попадания вот этого нано-воздуха, вот этого газа. Ох, мне уже становится опять довольно тяжело дышать. Уже где-то здесь рядом заухала их сова, но они обычно так делают. В общем, я не знаю даже, что это означает, но у них там свои приколы. Вот. Это значит, что они сейчас сюда начнут уже подавать вот этот вот воздух, от которого начнется овощное состояние, от которого там начнешь зевать. Поэтому пока что я завершаю видео и в скором времени запишу продолжение, где расскажу вам о том, что случилось позднее. Спасибо, что смотрели и слушали меня. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А. Корректор А. Корректор А. А. Корректор А.